Пледом укрываемся сверху, потому что сидеть на одном месте ребёнок вообще замерзает. Уже на улицу его, говорят, иди хоть гулять тогда. На улице теплее, чем дома. Это же вообще ненормальная ситуация. Утюг и обогреватель – единственные источники тепла в этой квартире, говорит Любовь. В их доме уже не первый год замерзает часть первого этажа. А ведь соседи сверху чувствуют себя отлично, даже окна зимой открывают. А потому, считает женщина, вины ТГК-14 в их проблеме быть не может. Это зона ответственности ЖЭУ. Холодные батареи. ЖЭУ, чтобы зимой прошлое не замерзнуть, заставляет жителей сливать с центрального отопления воду. Когда что, говорит, вы от нас хотите? Говорю, ну возьмите документы элементарно. Документы, посмотрите, может где-то что-то неправильно сделано. Но почему простые люди за свои деньги должны заметать в своих собственных квартирах? Вот это непонятно. Как выяснилось, ЖЭУ всё-таки отслеживает температурный режим в доме. В подсобном помещении мы обнаружили мастера предприятия, вооружённого термометром. Температура стоит на подаче 34 градуса. Что вы хотели сделать? Чтобы мы его разогрели вам? Правильно? Разогреть её должны в ТГК. Вот только время на это у них ещё есть. Но ждать наша героиня не намерена. Такими же обещаниями кормили и раньше, говорит Любовь. А потому направляемся вместе с ней к начальнику ЖЭУ-15. Ответ на претензии жильцов был таков. Неправда. Прошлый отопительный сезон у нас была прекрасная температура. И ТЭЦ у нас работала, слава богу, нормально. Вы сдавали нормальную температуру прошлую зиму. Ну да, предыдущие две зимы было у нас то, что ТЭЦ работало плохо. Было у нас то, что там где-то была низкая температура, где-то нормально. Но это не от того, что у нас что-то там трубы. От того, что у нас такая идёт подача с ТЭЦ. В доказательство нам предъявили акт о готовности к эксплуатации отопительной системы. Любовь, в свою очередь, ничего предъявить не смогла. И это главная ошибка женщины. Ведь если у вас есть какие-либо претензии по подаче тепла, нужно хотя бы сделать замер температуры в помещении, оформить акт и лишь потом обращаться в различные инстанции. Ася Касьянова, Евгений Павлов, Новости дня.